ТАГИЛ ДОРСТРОЙ Мы приступили к работам 20 мая. Первый этап обновления полотна это фрезерование, то есть снятие старого верхнего слоя асфальтобетона. Кроме машины, которую специалисты называют фреза, на улице Гагарина ежедневно работают 4-5 самосвалов. Большая часть фрезерования уже проделана. Вот эта крошка, которая получается при снятии верхнего слоя асфальта, называется асфальтогранулят. Она будет использоваться для восстановления дорог в частном секторе, для восстановления обочин и под основание бортового камня. Параллельно с фрезерованием Тагилдорстрой ведет демонтаж бортового камня. На эти работы уйдет еще полторы-две недели. Накануне дорожники начали установку бордюров из гранита. Такие бордюры гораздо прочнее, чем старые железобетонные. Укладывать асфальт на улице Гагарина будут в два этапа. Сначала от центральной проходной Нижнетагильского института испытания металлов до улицы Левита, затем от улицы Левита до Свердловского шоссе. Общая протяженность улицы Гагарина 1615 метров. На обновление дороги потребуется 4200 тонн асфальта, чтобы жители Нижнего Тагила оценили качество обновленного дорожного полотна. Мы радуемся, что будет ремонтировать. Большое вам спасибо. В этом году компания Тагилдорстрой стала генеральным подрядчиком федерального проекта «Безопасные и качественные дороги в Нижнем Тагиле». С ними заключен контракт на 225 миллионов рублей. В рамках контракта будут отремонтированы семь объектов. Кроме улицы Гагарина, в их число также входят улицы Челюскинцев, Кулибино, Крымское, Ломоносово и Жуковского. Александр Мешков, Михаил Крюков, Андрей Фатыхов. Новости Тагил-ТВ.